Редрик Шухарт, 31 год. За ночь долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами, и Редрик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбиджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно и не было позади и томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке пляшевого холма, который они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла и пережидая поток зеленки, обтекавший холм и исчезавший во враге. По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он наползал на рельсы тяжелыми серыми струями, и в этих местах они шли по коленам медленно клубящейся муть. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятины. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана, но Редрик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями, а за равниной во мгле скрываются горы. Еще он знал, что когда взойдет солнце и туман осядет росой, он должен увидеть где-то слева остов разбитого вертолета, а впереди состав вагонеток, и вот тогда начнется самое дело. Редрик на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал хребет. «Тяжелый гад! Как же я с ним поползу! Полтора километра на карачках!» «Ладно, не гунди, сталкер, знал, на что идешь. Пятьсот тысяч монет дожидаются в конце дороги, можно и попотеть». «Пятьсот тысяч? Лаком и ломать, а? Черт, а я им отдам меньше, чем за пятьсот тысяч. И черт, а я дам стервятнику больше тридцати. А сопляку? А сопляку ничего». «Если старый гад хоть полправды сказал, то сопляку — ничего». Он снова взглянул в спину Артуру и некоторое время прищурясь смотрел, как тот легко шагает через две шпалы разом, широкоплечий, узкобедрый и длинные, вороные, как у сестры, волосы вздрагивают в такт шагам. Сам напросился, угрюмо подумал Редрик. Сам. И чего это он так отчаянно напрашивался? Отец. Прямо дрожал весь, слезы на глазах. «Возьмите меня, мистер Шухарт. Мне разные люди предлагали. Но я хотел бы только с вами. Они ведь все никуда не годятся. Отец. Но ведь он теперь не может». Редрик усилием воли оборвал это воспоминание. Думать об этом было противно, и, может быть, поэтому он стал думать о сестре Артура. Просто уму непостижимо. Такая роскошная женщина, а на самом деле пустышка, обман, кукла неживая, а не женщина. Как помнятся пуговицы на кофте у матери, янтарные такие, полупрозрачные, золотистые, так и хочется сунуть их в рот и сосать в ожидании какой-то необычайной сладости. И он брал их в рот и сосал, и каждый раз страшно разочаровывался, и каждый раз забывал об этом разочаровании, даже не то чтобы забывал, а просто отказывался верить в собственной памяти. Стоило ему их снова увидеть. «А может быть, Папахин его ко мне подослал?» Подумал он об Артуре. «А вон у него какая пушка в заднем кармане. Нет, вряд ли. Стервятник меня знает. Стервятник знает, что со мной шутки плохи. И знает, какой я в зоне. Нет, чепуха все это. Не первый он меня просил, не первый он слезы лил, другие и на колени становились. А пушки они все с собой таскают по первому разу. По первому и последнему. Неужели по последнему? Ох, по последнему, парень. Вот ведь что получается, стервятник, по последнему. Да, Папахин, узнал бы ты про эту его затею, так бы его костылями отделал сыночка своего в зоне вымоленного. Он вдруг почувствовал, что впереди что-то есть, недалеко уже, в метрах в тридцати сорока. «Стой», — сказал он Артуру. Парень послужно забер на месте. Реакция у него была хорошая, но он так и застыл с приподнятой ногой, а затем медленно и осторожно опустил ее на землю. Редрик остановился рядом с ним. Колея здесь заметно уходила вниз и совершенно скрывалась в тумане. И там, в тумане, что-то было. Что-то большое и неподвижное, безопасное. Редрик осторожно потянул ноздрями воздух. «Да, безопасно». «Вперед», — сказал он негромко. Подождал, пока Артур сделает шаг и двинулся за ним. Краем глаза он видел лицо Артура, точеный его профиль, чистую кожу щеки и решительно поджатые губы под тончайшими усиками. Они погрузились в туман по пояс, потом по шею, а еще через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки. «Все», — сказал Редрик, и стал стягивать рюкзак. «Садись, где стоишь». «Перекур». Артур помог ему стянуть рюкзак, а потом они сели рядышком на ржавый рельс. Редрик отстегнул один из клапанов, достал сверток с едой и термос с кофе. И пока Артур разворачивал сверток и устраивал бутерброды на рюкзаке, вытащил из-за пазухи флягу, отвинтил крышку и, прикрыв глаза, сделал несколько медленных глотков. «Глотнешь?» — предложил он, обтирая ладонью горлышко фляги. «Для храбрости». Артур обиженно помотал головой. «Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт», — сказал он. «Я лучше кофе, если разрешите». «Сыро здесь очень, правда?» «Сыро», — согласился Редрик. Он спрятал флягу, выбрал бутерброд и принялся жевать. «Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота». Раньше в этих местах комарья было страшное дело. Он замолчал и налил себе кофе. Кофе был горячий, густой и сладкий. Пить его сейчас было даже приятнее, чем спиртное. От него пахло домом, гутой. И не просто гутой. На гутой в халатике прямо со сна, с еще сохранившимся рубцом от подушки на щеке. «Зря я в это дело впутался», — подумал он. «Пятьсот тысяч. А на кой мне эти пятьсот тысяч? Бар я на них покупать собираю, что ли? Деньги нужны, чтобы о них не думать». «Это правильно». «Это дико верно», — сказал. «Дом есть, сад есть. Без работы в Хормоте не останешься». Завел меня стервятник. Завел, как молоденького. «Мистер Шухарт», — сказал друг Артуру, глядя в сторону. «А вот вы серьезно верите, что эта штука исполняет желание?» «Чепуха», — рассеянно произнес Редрик и замерз поднесенным к Арту стаканчиком. «А ты откуда знаешь, за какой штукой мы идем?» Артур смущенно засмеялся, запустил пятерню в вороные волосы, подергал и сказал. «Да вот, догадался. Я уже не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль. Но, во-первых, раньше отец все время бубнил про этот золотой шар, а в последнее время вдруг перестал и вместо этого зачастил к вам. А я ведь знаю, что никакие вы не друзья, что бы там отец ни говорил». И потом он странный какой-то стал в последнее время. Артур снова засмеялся и покрутил головой, что-то вспоминая. «А окончательно я все понял, когда вы с ним на пустыре испытывали этот дирижаблик». Он похлопал ладонью по рюкзаку, где лежала туго свернутая оболочка воздушного шара. «Честно говоря, я вас тогда выследил. И когда я увидел, как вы мешок с камнями поднимаете и ведете над землей, тут уже мне все стало окончательно ясно. По-моему, в зоне, кроме золотого шара, ничего тяжелого больше не осталось». Он откусил от бутерброда, пожевал и задумчиво проговорился на битом рту. «Вот я только не понимаю, как вы его будете цеплять. Он же, наверное, гладкий». Рэдрик все время смотрел на него поверх стаканчика и думал, «Да чего же они не похожи друг на друга?» Отец и сын. Ничего общего между ними не было. Ни лица, ни голоса, ни души. У сорвятника голос хриплый, заискивающий, подлый какой-то. Но когда он об этом говорил, он говорил здорово. Нельзя было его не слушать. «Рыжий», — говорил он тогда, пригнувшись через стол. «Нас ведь двое всего осталось. Да на двоих две ноги и обе твои. Ну кому же, как не тебе? Это может быть самое ценное, что в зоне есть. Кому же достанется, а? Неужели этим чистоплюем достанется с ихними машинами? Ведь я его нашел, я... Сколько там наших по дороге полегло, а? А нашел я, себе берег. Да я и сейчас бы его никому не отдал. Руки только стали коротки. Кроме тебя, никому. Сколько я разных молокососов натаскивал. Целую школу, понимаешь, для них открыл. Не могут, кость не та. Ну ладно, ты не веришь. Не веришь? Не надо. Тебе деньги. Дашь мне сколько сам захочешь. Я знаю, ты не обидишь. А я, может, ноги себе верну. Ноги верну, понимаешь ты, нет? Зона ведь ноги у меня отобрала. Так, может, зона и отдаст? Что? Спросил Редрик, очнувшись. Я спросил, закурить можно, мистер Шухарт? Да, сказал Редрик. Кури, кури. Я тоже закурю. Он залпом добил остаток кофе, выточил сигарету и, разминая ее, уставился в редеющий туман. Псих, подумал он. Но сумасшедший же. Ноги ему. Стервецу. От всех этих разговоров копился в душе какой-то осадок, непонятно какой. И он не растворялся со временем, а наоборот все копился и копился. И непонятно было, что это такое, но оно мешало. Словно он чем-то заразился от стервятника, но не гадостью какой-то, а наоборот силой, что ли. Нет, не силой. А чем же тогда? Ну ладно, сказал он себе. Давай так. Предположим, не дошел я сюда. Совсем уже собрался, рюкзак уложил, и тут что-то случилось. Сапали меня, например. Плохо было бы, да? Определенно плохо. Почему плохо? Деньги пропали. Да нет, не в деньгах дело. Что добро этим гадам достанется хрипатом до костля. Правда, в этом что-то есть. Обидно. Но мне-то что? Все равно, в конце концов, все им достанется. Брррр. Артур передернул плечами. До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, вы все-таки дадите мне глотнуть разок, а? Редрик молча достал флягу и протянул ему. А ведь я не сразу согласился, подумал он вдруг. Двадцать раз я посылал стрелятника подальше, а на двадцать первый все-таки согласился. Как-то мне не в моготу стало совсем. И последний разговор у нас получился короткий, вполне деловой. Здорово, рыжий. Я вот карту принес. Может, все-таки посмотришь? А я посмотрел ему в глаза, на глаза у него, как нарывы, желтые, с черной точкой. Я сказал, давай. И все. Помню, что пьяный я был тогда, целую неделю пил. Душа была гадостна. А черт! Да не все ли ровно? Пошел и пошел. Что я в этом копаюсь, как психованы? Боюсь я, что ли? Он вздрогнул. Длинный, тоскливый скрип донесся вдруг из тумана. Редрих вскочил, как подброшенный. И сейчас же, как подброшенный, вскочил Артур. Но уже снова было тихо. Только шуршала, строясь по насыпи из-под их ног, мелкая галька. Это, наверное, порода просела. Неуверенно, с трудом выговаривая слова, прошептал Артур. Вагонетки с породой. Они стоят давно. Редрих смотрел прямо перед собой и ничего не видел. Он вспомнил. Это была ночь. Он проснулся от такого же звука, тоскливого и длинного, обмирая, как во сне. Только это был не сон. Это кричала мартышка, сидя на своей постели у окна. Гута проснулась тоже и взяла Редрика за руку. Он чувствовал ее мгновенно покрывшееся испаренное плечо. И так они лежали и слушали. А когда мартышка замолчала и улеглась, он подождал еще немного. Потом встал, спустился на кухню и жадно выпил полбутылки коньяку. С этой ночи он и запил. «Порода», — говорил Артур, — «на нас, знаете ли, проседает со временем. От сырости, от эрозии, от всяких вот таких вот причин». Редрих посмотрел на его побледневшее лицо и снова сел. Сигарета его куда-то пропала из пальцев, и он закурил новую. Артур постоял еще немного, опасливо вертя головой. Потом тоже сел и сказал негромко. «Я знаю, тут рассказывают, что в зоне будто бы кто-то живет. Какие-то люди, не пришельцы, а именно люди. Будто посещение застегло их тут, они мутировали, но приспособились к новым условиям. Вы слыхали об этом, мистер Шухарт?» «Да», — сказал Редрих, — «только это не здесь. Это в горах на северо-западе. Пастухи какие-то». «Вот он, чем меня заразил», — думал он. «С сумасшествием своим он меня заразил. Вот, значит, почему я сюда пошел. Вот что мне здесь надо». Какое-то странное и очень новое ощущение медленно заполнило его. Он сознавал, что ощущение-то на самом деле совсем не новое, что оно давно уже сидело где-то у него в печенках, но только сейчас он о нем догадался, и все встало на свои места. И то, что раньше казалось глупостью, сумасшедшим бредом выжившего из ума старика, набернулось теперь единственной надеждой, единственным смыслом жизни, потому что только сейчас он понял. Единственное на всем свете, что у него еще осталось. Единственное, ради чего он жил последние месяцы, — это была надежда на чудо. Он дурак, болван, отталкивал эту надежду, затаптывал ее, издевался над нею, пропивал ее, потому что он так привык, потому что никогда в жизни с самого детства он не рассчитывал ни на кого, кроме себя, и потому что с самого детства этот расчет на себя выражался у него в количестве зелененьких, которые ему удавалось вырвать, выдрать, выгрызть из окружающего его равнодушного хаоса. Так было всегда, и так было бы дальше, если бы он, в конце концов, не оказался в такой яме, из которой его не вызволят уже никакие зелененькие, в которой рассчитывать на себя совершенно бессмысленно. А сейчас эта надежда уже не надежда, а уверенность в чуде заполнила его до самой макушки, и он уже удивлялся, как он мог раньше жить в таком беспросветном, безысходном мраке. Он засмеялся и толкнул Артура в плечо. «Ну что, сталкер», — сказал он, — «еще поживем? Как ты считаешь, а?» Артур удивленно посмотрел на него, неуверенно улыбаясь. А Редрик смял промасленную бумагу от бутербродов, зашвырнул ее под вагонетку и прилег на рюкзак, упершись локтем. «Ну хорошо», — сказал он. «А предположим, например, что этот самый золотой шар...» «Действительно». «А что б ты тогда пожелал?» «Значит, вы все-таки верите?» Быстро спросил Артур. «А это неважно, верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь». Ему вдруг на самом деле стало интересно узнать, что может попросить у золотого шара такой вот парень, молокосос еще, вчерашний школьник. И он с веселым любопытством следил, как Артур хмурится, тревожит усики, скидывает на него и снова прячет глаза. «Ну, конечно, ноги отцу», — проговорил Артур наконец, «чтобы дома все было хорошо». «Врешь, врешь», — добродушно сказал Редрик. «Ты, браток, учти, золотой шар только сокровенные желания выполняет. Только такие, что если не исполнится, то хоть в петлю». Артур Барбридж покраснел, снова вскинул на Редрика и тотчас опустил глаза и совсем залился краской, даже слезы выступили. Редрик ухмурнулся, глядя на него. «Ну, все понятно», — сказал он почти ласково. «Ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе». И тут он вспомнил про пистолет и подумал, что пока есть время, надо учесть все, что можно учесть. «А что это у тебя в заднем кармане?» — спросил он небрежно. «Пистолет», — буркнул Артур и закусил губу. «А зачем он тебе?» «Стрелять», — сказал Артур с вызовом. «Брось, брось», — строго поговорил Редрик и сел прямо. «Давай его сюда». «В зоне стрелять не в кого. Давай». Артур хотел что-то сказать, но потом промолчал, сунул руку за спину, вытащил армейский кольт и протянул Редрику, держа за ствол. Редрик взял пистолет за теплую рубчатую рукоятку, подбросил его, поймал и спросил, «Платок у тебя есть какой-нибудь?» «Давай я заверну». Он взял у Артура носовой платок, чистенький, пахнущий одеколоном, завернул пистолет и положил сверток на шпалу. «Пусть пока здесь полежит», — объяснил он. «Даст Бог, вернемся сюда, не возьмем. Может, и в самом деле от патрульных отстреливаться придется. Хотят патрульных отстреливаться, браток». Артур решительно помотал головой. «Да мне не для этого», — сказал он с досадой. «Там только один патрон». «Ну что бы вот если как с отцом...» «Ах, вон оно что», — протянул Редрик, рассматривая его вбор. «Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу». «Обещаю». Гляди, рассвело. Туман исчезал на глазах. На насыпи его уже не было вовсе, а внизу и вдали молочная мгла проседала и протаивала. Сквозь нее прорастали округлые щетинистые вершины холмов, и между холмами кое-где виднелась уже рябая поверхность прокисшего болота, покрытая рейденьким заморенным лозняком. На горизонте, за холмами, ярко-желтым вспыхнули вершины гор, и небо над горами было ясное и голубое. Артур оглянулся через плечо и восхищенно вскрикнул. Редрик тоже оглянулся. На востоке горы казались черными, а над ними полыхало и переливалось знакомое изумрудное зарево, зеленое заря зоны. Редрик поднялся, зашел за вагонетку, присел на насыпи и покряхтывая смотрел, как быстро гаснет, затапливается розовым зеленое зарево. И оранжевая краюха солнца выползает из-за хребта, и сразу от холмов потянулись лиловатые тени. Все стало резким, рельефным. Все стало видно, как на ладони, и прямо перед собой, метрах в двухстах, Редрик увидел вертолет. Вертолет упал, видно, в самый центр комариной плеши, и весь фюзеляж его расплющило в жестяной блин, только хвост остался цел, его слегка изогнуло, и он черным крючком торчал над прогаленной между холмами, и стабилизирующий винт остался цел, отчетливо поскрипывал, покачиваясь на легком ветерке. Плеш, видимо, попалась мощная, даже пожара настоящего не получилось. И на расплющенной жестянке отчетливо выделялась красно-синяя эмблема королевских военно-воздушных сил, которую Редрик вот уже столько лет и в глаза не видел, и вроде бы даже подзабыл, как она выглядит. Потом Редрик вернулся к рюкзаку, достал карту и разложил ее на спекшейся груди породы в вагонетке. Самого карьера, видно, отсюда не было, него заслонил холм с почерневшим обгорелым деревом на вершине. Этот холм предстояло обойти справа, в полощении между ним и другим холмом, который тоже был виден отсюда, совсем голый, с бурой каменной усыпью по всему склону. Все ориентиры совпадали, но Редрик не испытывал удовлетворения. Многолетний инстинкт сталкера категорически протестовал против самой мысли, несуразной и противоестественной, прокладывать тропу между двумя близкими возвышенностями. «Ладно», — подумал Редрик, «это мы еще посмотрим. На месте будет виднее». Тропа до этой лощины вела по болоту, по открытому ровному месту, которое казалось отсюда безопасным, но, приглядевшись, Редрик различил между сухими кочками какое-то темно-серое пятно. Он взглянул на карту. Там стоял крестик, и корявыми буквами было написано «Хлюст». Красный пунктир тропы шел правее крестика. Кличка была вроде бы знакомая, но кто такой этот «Хлюст», как он выглядел, и когда он был, Редрик вспомнить не мог. Вспоминалось ему почему-то только дымный зал в борще, огромные красные лапы, сжимающие стаканы, громовой хохот, разинутые желтозубые пасти, фантастическое стадо гигантов и титанов, собравшихся на водопой. Одно из самых ярких воспоминаний детства — первое посещение борща. Что я тогда принес? Пустышку, кажется. Прямо из зоны, мокрый, голодный, ошалелый, с мешком через плечо, ввалился я в этот кабак, грохнул мешок на стойку перед Эрнестом, злобно щирясь и озираясь, выдержал грохочущий залп издевательств. Дождался пока Эрнест, тогда еще тоже молодой, всегда при галстуке бабочкой, отчитал сколько-то там зелененьких, нет, тогда еще были даже не зелененькие, тогда были квадратные королевские, с какой-то полуголой бабой в плаще и венке, дождался, спрятал деньги в карман и неожиданно для самого себя цапнул со стойки тяжелую пивную кружку и с размах ухватил ее по ближайшей хохочущей пасть. Редрик ухмыльнулся и подумал, может, это и был хлюст? Разве между холмами можно, господин Шухарт? В полголоса спросил над ухом Артур. Он стоял рядом и тоже разглядывал карту. «Там посмотрим», — сказал Редрик. Он все еще смотрел на карту. На карте было еще два крестика. Один на склоне холма с деревом, другой на каменной особи. Это пудель и очкарик. Тропа проходила понизу между ними. «Там посмотрим», — повторил он, сложил карту и сунул ее в карман. Он наглядел Артура. «Подай мне на спину рюкзак. Пойдем, как раньше», — сказал он. Встряхивай рюкзак и прилаживай лямки поудобнее. Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся, а уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имей в виду, придется много ползти. Грязи не вздумай бояться, если я прикажу мордой в грязь без всяких разговоров. «Да, курточку свою застегни. Готов?» «Готов», — сказал Артур глухо. Он здорово нервничал. Румянца на его щеках, как и не бывало. Первое направление — вот. Редрик резко махнул ладонью в сторону ближайшего холма сотни метров от насыпи. «Ясно?» «Пошел». Артур судорожно вздохнул и, перешагнув через рельс, стал боком спускаться с насыпи. Галька шумом сыпалась за ним. «Легче, легче», — сказал Редрик. «Спешить некуда». Он стал осторожно спускаться следом, привычно регулируя инерцию тяжелого рюкзака мускулами ног. Краем глаза он все время следил за Артуром. «Боится, парень», — думал он. «Правильно боится». «Предчувствует, наверное. И если у него чутье, как у папаши, то он должен предчувствовать». Знал бы ты, стервятник, как обернулось дело. Знал бы ты, стервятник, что я тебя в этот раз послушаюсь. А вот здесь, рыжий, тебе одному не пройти. Хочешь, не хочешь, а придется тебе кого-нибудь с собой взять. Могу кого-нибудь из своих отдать, кого не жалко». Уговорил. Первый раз в жизни согласился я на такое дело. «Ну ничего», — подумал он. «Может быть, все-таки обойдется. Все-таки я не стервятник. Может быть, словчим как-нибудь». «Стоп», — приказал он Артур. Парнишка остановился по щиколотку в ржавой воде. Пока Редрик спускался, трясина затянула его по колено. «Камень видишь?» — спросил Редрик. «Вон, под холмом лежит. Давай на него». Артур двинулся вперед. Редрик отпустил его на десять шагов и пошел следом. Трясина под ногами чавкала. Это была мертвая трясина. Ни мошкары, ни лягушек. Даже лазняк здесь высох и сгнил. Редрик привычно посматривал по сторонам, но пока все еще было вроде спокойно. Холм медленно приближался. Наполз на низкое еще солнце. Потом закрыл всю восточную часть неба. У камня Редрик оглянулся в сторону насыпи. Насыпь была ярко зарена солнцем. На ней стоял поезд из десятка вагонеток. Часть вагонеток сорвалась с рельсов и лежала на боку. Насыпь под ними была покрыта рыжими потеками высыпавшейся породы. А дальше, в сторону карьера, к северу от поезда, воздух над рельсами мутно дрожал и переливался, и время от времени в нем мгновенно вспыхивали и гасли маленькие радуги. Редрик посмотрел на это дрожание, сплюнул почти в сухую и отвернулся. «Дальше», — сказал он. И Артур повернул к нему напряженное лицо. «Вон тряпье, видишь? Да не туда ты смотришь, вон правее». «Да», — сказал Артур. Так вот это был некий хлюст. Давно был. Он не слушался старших и теперь лежит там специально для того, чтобы показывать умным людям дорогу. «Возьми два пальца влево от этого хлюста. Взял? Засек точку? Ну вот примерно там, где лазняк чуть погуще. Двигай туда. Пошел». Теперь они шли параллельно насыпи. С каждым шагом воды под ногами становилось все меньше и скоро они шагали уже по сухим пружинистым кочкам. «А на карте здесь везде сплошное болото», — подумал Редрик. «Устарела карта. Давненько Барбич здесь не бывал. Вот она и устарела. Плохо». «Оно, конечно, по-сухому идти легче, но лучше бы уже здесь было это болото». «Ишь, вышагивает», — подумал он про Артура. «Как по центральному проспекту». Артур, видимо, приободрился и шел теперь полным шагом. Одну руку он засунул в карман, а другой весело отмахивал, словно на прогулке. Тогда Редрик пошарил в кармане, выбрал гайку граммов на двадцать и, прицелившись, запустил ему в голову. Гайка попала Артуру прямо в затылок. Парень няхнул, обхватил голову руками и, скорчившись, рухнул в сухую траву. Редрик остановился над ним. «Вот так оно здесь и бывает, Арчи», — сказал он назидательно. «Это тебе не бульвар. Ты здесь со мной не на променад вышел». Артур медленно поднялся. Лицо у него было совершенно белое. «Все понятно?» — спросил Редрик. Артур глотнул и покивал. «Ну вот и хорошо. А в следующий раз я надаю тебе по зубам. Если жив останешься, пошел». «А из паренька мог бы получиться сталкер», — думал Редрик. «Звали бы его, наверное, красавчик Арчи. Был у нас уже один красавчик. Звали его Диксон, а теперь его зовут Суслик. Единственный сталкер, который попал в мясорубку и все-таки выжил». «Повезло. Он-то чудак до сих пор думает, что это его Барбридж из мясорубки вытащил. Да черта с два». «Из мясорубки не вытащишь. Из зоны он его уже выволок, это верно». Совершил Барбридж такой геройский поступок. Но только попробовал бы он его не выволочь. Эти его штучки тогда уже всем надоели. И ребята ему сказали в тот раз прямо, «Один, лучше не возвращайся». Ведь как раз тогда Барбриджа и прозвали Стервятником. До этого он у нас в бедюгах ходил. Редрик вдруг ощутил на левой щеке едва заметный ток воздуха и сейчас же, еще не успев ни о чем подумать, крикнул «Стой!». Он вытянул руку влево. Ток воздуха чувствовался там сильнее. Где-то между ними и насыпью разлеглась комариная плеш. А может быть она шла и по самой насыпи, не зря же там свалились вагонетки. Артур стоял как вкопанный, он даже не обернулся. «Возьми правее», — приказал Редрик. «Пошел!» Да, неплохой был бы сталкер. Кой черт, жалею я его, что ли? Этого еще не хватало. На меня кто-нибудь когда-нибудь жалел? Ну, вообще-то да, жалели. Кирилл меня жалел. Дик Нунан меня жалеет. Правда, он, может быть, не столько меня жалеет, сколько Гутя прислоняется. Но, может быть, и жалеет. Одно другому не помеха у порядочных людей. Только мне вот жалеть никого не приходится. Но у меня выбор. Или, или. Он впервые с полной отчетливостью представил себе этот выбор. Или этот паренек. Или моя мартышка. Тут и выбирать нечего. Все ясно. «Если только чудо возможно», — сказал какой-то голос изнутри. И он с ужасом и ожесточением задавил себе этот голос. Они миновали груду серого тряпья. От хлюста ничего не осталось. Только лежала поодаль в засохшей траве длинная насквозь проживевшая палка. Миноискатель. Тогда многие пользовались миноискателями, покупали втихаря в армейских интендантов, надеялись на эти штуки, как на самого Господа Бога. А потом два сталкера подряд за несколько дней погибли с ними, убитые подземными разрядами. И как отрезало. Кто же все-таки был этот хлюст? Сервятник его сюда привел или сам он сюда пришел? И почему их всех тянуло к этому карьеру? Почему я об этом ничего не слыхал? Дьявол припекает-то как? И это с утра. А что будет потом? Артур, который шел в шагах пяти впереди, поднял руку и вытер солбопот. Редерик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шушит, как раньше, а словно бы поскрипывает, как картофельная мука. И она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая. Она рассыпалась под сапогом, словно лохмоте копоти. И тогда он увидел четко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув «Ложись!». Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой, и он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет, хотя и понимал, что они уже попались. Жар усиливался, наваливался, обволакивая все тело, как простыня, смоченная кипятком. Глаза залило потом, и Редерик запоздало крикнул Артуру «Не шевелись! Терпи!». И стал терпеть сам. И он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо-благородно, пропотели бы только, но не выдержал Артур. То ли он не расслышал, что ему крикнул, то ли перепугался сверх всякой меры, а, может быть, разом припекло его еще сильнее, чем Редрика. Во всяком случае, управлять он собой перестал и слепо, с каким-то горловым воплем, кинулся, пригнувшись, куда погнал его бессмысленный инстинкт. Назад. Как раз туда, куда бежать, нельзя было уже ни в коем случае. Редрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу. И он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, легнул Редрика свободной ногой в лицо, забился и задергался, но Редрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимая обожженным лицом кожаной куртки, стремясь задавить, втереть в землю, обеими руками держа за длинные волосы, дергающуюся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по заду. Он смутно слышал стоны и мычания, доносившиеся из-под него, и свой собственный хрипл рев. «Лежи, жаба! Лежи, убью!» А сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля, и уже полыхала на нем одежда, и трещала, вздуваясь пузырями и лопаясь кожа на ногах и боках, и он, уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил. Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова может дышать, что воздух снова стал воздухом, а не раскаленным паром, выжигающим глотку, и сообразил, что надо спешить, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них. Он сполз с Артура, который лежал совершенно неподвижно, зажал обе его ноги подмышкой и, помогая себе свободной рукой, пополз вперед, не спуская глаз с черты, за которой снова начиналась трава. Мертвая, сухая, колючая, но настоящая. Она казалась ему сейчас величайшим обиталищем жизни. Пепел скрипел на зубах, обожженное лицо то и дело обдавало остатками жара, пот лил прямо в глаза, наверное, потому что ни бровей, ни ресниц у него уже больше не было. Артур волочился следом, словно нарушенно цепляясь своей проклятой курточкой. Горели обваренные руки, а рюкзак при каждом движении поддавал в обгорелый затылок. От боли и духоты Редрик с ужасом подумал, что совсем обварился, и теперь ему не дойти. От этого страха он сильнее заработал свободным локтем и коленками, только бы доползти. Но еще немного. Ну давай, Ред, давай, Рыжий. Вот так, вот так. Ну еще немного. Потом он долго лежал, погрузив лицо и руки в холодную ржавую воду, с наслаждением вздыхая провонявшую гнилью прохладу. Век бы так лежал, но заставил себя подняться, стоя на коленях сбросил рюкзак, на четвереньках подобрался к Артуру, который все еще неподвижно лежал в шагах тридцати от болота и перевернул его на спину. Да, красивый был мальчик. Теперь эта смазливая мордашка казалась черно-серой маской из смеси запекшейся крови и пепла, и несколько секунд Редрик с тупым интересом разглядывал продольные борозды на этой маске, следы от кочек и камней. Потом он поднялся на ноги, взял Артура под мышки и потащил к воде. Артур хрипло дышал, время от времени постаново. Редрик бросил его лицом в самую большую лужу и повалился рядом, снова переживая наслаждение от мокрой ледяной ласки. Артур забулькал, завозился, подтянул под себя руки и поднял голову. Глаза его были вытаращены, он ничего не соображал и жадно хватал ртом воздух отплевываясь и кашля. Потом взгляд его сделался осмысленным и остановился на Редрике. «Фух», — сказал он и помотал лицом, разбрызгивая грязную воду. «Что это было, мистер Шухарт?» «Смерть это была», — невнятно произнес Редрик и закашлялся. Он ощупал лицо. Было больно. Нос распух, но брови и ресницы, как ни странно, были на месте. И кожа на руках оказалась цела, только покраснела малость. Артур тоже осторожно трогал пальцами свое лицо. Теперь, когда страшную маску смыло водой, физиономия у него оказалась тоже противоожиданий, почти в порядке. Несколько царапин, ссадина на лбу, рассечена нижняя губа, а так, в общем, ничего. «Никогда о таком не слышал», — проговорил Артур и посмотрел назад. Редрик тоже оглянулся. На сероватое, испепеленной траве осталось много следов, и Редрик поразился. Как оказывается, короток был тот страшный, бесконечный путь, который он прополз, спасаясь от гибели. Каких-нибудь метров двадцать-тридцать, не больше, было всего от края до края, выжженные проплешины, но он, сослепой от страха, полз по ней каким-то диким зигзагом, как таракан по раскаленной сковородке. И спасибо еще, что полз, в общем-то, туда, куда надо. А ведь мог бы заползти на комариновый пляж слева, а мог бы и вообще повернуть обратно. «Нет, не мог бы», подумал он с ожесточением. «Это молокосос какой-нибудь мог бы, а я тебе не молокосос. Если бы не этот дурак, то вообще ничего не случилось бы. Но обварил бы себе ноги, вот и вся неприятность». Он посмотрел на Артур. Артур с фырканьем умывался, покряхтывал, задевая больные места. Редрик поднялся и, морщась от прикосновений с задубевшей от жары одежды к обожженной коже, вышел на сухое место и нагнулся над рюкзаком. Вот рюкзаку досталось по-настоящему. Верхние клапаны просто-напросто обгорели. Пузырьки в аптечке все полупались от жара к чертовой матери и от жухлого пятна несло невыносимой медицины. Редрик отстегнул клапан, придется выгребать осколки стекла и пластика. И тут Артур у него за спиной сказал «Спасибо вам, мистер Шухарт, вытащили вы меня». Редрик промолчал. «Какой еще черт спасибо? Сдался ты мне спасать тебя?» «Я сам виноват», сказал Артур. «Я ведь слышал, как вы мне приказали лежать, но, знаете, я здорово перепугался, а когда припекло, я совсем голову потерял. Я очень боли боюсь, мистер Шухарт». «Давай, вставай», сказал Редрик, не оборачиваясь. «Это все еще были цветочки». «Вставай, а чего разлегся?» Зашипев от боли в обожженных плечах, он вскинул на спину рюкзак, породил руки в лямки. Ощущение было такое, будто кожа на обожженных местах съежилась и покрылась болезненными морщинами. Боль он боится. «С чума тебя пополам вместе с твоей болью», он огляделся. «Ничего, с тропы не сошли. Так теперь эти холмики с покойниками. Поганые холмики стоят гнидые, торчат, как чертовы макушки, и эта лощинка между ними». Он невольно потянул носом воздух. «Ах, поганенькая лощинка. Вот она-то самая пуганье есть. Жаба». «Лощинку между холмами видишь?» спросил он Артура. «Вижу. Прямо на нее. Марш!» С тыльной стороны ладони Артур вытер под носом и двинулся вперед, шлепая по лужам. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше. Согнуло его, и теперь он шел осторожно, с большой опаской. «Вот и еще одного я вытащил», подумал Редрик. «Который же это будет? Пятый? Шестой?» И теперь вот спрашивается, «Зачем? Что он мне, родной, что ли?» Поручился я за него. «Слушай, Рыжий, а почему ты его тащил?» Чуть ведь сам из-за него не загнулся. Теперь-то на ясную голову я знаю, правильно я его тащил. Мне без него не обойтись. Он у меня как заложник за мартышку. Я не человека вытащил, я именно искатель свой вытащил, тральщик свой, отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить. Хотя про все я забыл, и про отмычку забыл, и про мартышку забыл. Так что же это получается? Получается, что я и в самом деле добрый парень? Это мне и Гута твердит. И Кирилл покойник внушал, и Ричард все время насчет этого долдонит. Тоже мне нашли добряка. «Ты это брось», — сказал он себе. «Тебе здесь эта доброта ни к чему. Думать надо, а потом уже руками и ногами шевелить, чтобы в первый и последний раз, понятно, добряк. Мне его надо сберечь для мясорубки», — холодно и ясно подумал он. «Здесь все можно пройти, кроме мясорубки». «Стой», — сказал он Артуру. Лощина перед ними, и Артур уже стоял, растерянно глядя на Редрика. Дно лощины было покрыто гнойно-зеленой, жирно отсвечивающей на солнце жижей. Над поверхностью ее курился легкий порог, между холмами он становился гуще, и в тридцати шагах уже ничего не было видно. И смрад. «Запашок там будет рыжий, так ты не того, не дрейф». Артур издал горловой звук и попятился. Тогда Редрик стряхнул с себя оцепенение, торопливо вытащил из кармана сверток с ватой, пропитанной дезодорантом, заткнул ноздри тампоном и протянул вату Артуру. «Спасибо, мистер Шухарт», — слабым голосом сказал Артур. «А как-нибудь верхом нельзя?» Редрик молча взял его за волосы и повернул его голову в сторону кучи тряпья на каменной осыпи. «Это был очкарик», — сказал он. «А на левом холме отсюда не видно, лежит пудель, в том же виде». «Понял?» «Теперь вперед». Жижа была теплая, липкая. Сначала они шли в рост, погрузившись по пояс. Дно было под ногами, к счастью, каменистое и довольно ровное, но вскоре Редрик услышал знакомое жужжание с обеих сторон. На левом холме, освещенным солнцем, ничего не было видно, а на склоне справа в тени запрыгали бледные лиловатые огоньки. «Пригнись!» — скомандовал он сквозь зубы, пригнулся сам. «Ниже, дурак!» — крикнул он. Артур испуганно пригнулся, и в ту же секунду громовой разряд расколол воздух. Над самыми головами у них затряслась в бешеной пляске разветвленная молния, едва заметная на фоне неба. Артур присел и окунулся по плечи. Редрик, чувствуя, что уши ему заложило от грохота, повернул голову и увидел в тени ярко-алое, быстро тающее пятно среди каменного крошева, и сейчас же ударила вторая молния. «Вперед! Вперед!» — заорал он, не слыша себя. Теперь они двигались на корточках гусиным шагом, выставив наружу только головы, и при каждом разряде Редрик видел, как длинные волосы Артура встают дыбом, и чувствовал, как тысячи иголочек вонзаются в кожу лица. «Вперед!» — монотонно повторял он. «Вперед!» Он уже ничего не слышал. Один раз Артур повернулся к нему в профиль, и он увидел вытаращенный ужасом глаз, скошенный на него и белые прыгающие губы и замазанные зеленью потную щеку. Потом молнии стали бить так низко, что им пришлось окунуться с головой. Зеленая слизь заклеивала рот, стало трудно дышать. Хватая Артом в воздух, Редрик вырвал из носа тампоны и обнаружил вдруг, что смрад исчез, что воздух наполнен свежим, пронзительным запахом азона, а пар вокруг становился все гуще, или, может быть, это потемнело в глазах. И уже не видно было ни холмов, ни справа, ни слева ничего не было видно, кроме облепленной зеленой грязью головы Артура и желтого клубящегося пара вокруг. Пройду. Пройду, думал Редрик. Не в первый раз всю жизнь так, сам в дряни, а от головой молнии, иначе никогда и не было. И откуда здесь эта дрянь? Сколько ж дряни? С ума сойти, сколько дряни в одном месте. Это стервятник, подумал он яростно. Это стервятник здесь прошел, и это все за ним осталось. Очкарик лег справа, Пудель лег слева, и все это для того, чтобы стервятник прошел между ними и оставил за собой всю свою мерзость. Так тебе и надо, сказал он себе. Кто идет следом за стервятником, тот всегда по горло в грязи. Ты что, ты этого раньше не знал? Их слишком много стервятников, потому-то и не осталось здесь ни одного чистого места. Ну, на дурак! Ты, мол, рыжий нарушитель равновесия, разрушитель порядка. Тебе, мол, рыжий при любом порядке плохо, и при плохом плохо, и при хорошем плохо. Из-за таких, как ты, никогда и не будет царства небесного на земле. Да что ты в этом понимаешь, толстяк? Где это ты у нас видел хороший порядок? Когда это ты меня видел при хорошем порядке? Он поскользнулся на повернувшемся под ногой камне, окнулся с головой, вынырнул, увидел совсем рядом перекошенное с выторщенными глазами лицо Артура, и вдруг на мгновение похолодел. Ему показалось, что он потерял направление. Но он не потерял направление. Он сейчас же понял, что идти надо вон туда, где из жижи торчит черная верхушка камня. Понял, хотя кроме этой верхушки ничего не было видно в желтом тумане. «Стой!» заорал он. «Правее держи! Правее камня!» Он опять не услышал своего голоса, и тогда догнал Артура, поймал его за плечо и стал показывать рукой. «Держи правее камня! Голову вниз!» «Вы мне за это заплатите!» подумал он. У камня Артур нырнул, и сейчас же молния с треском ударила в черную верхушку, только раскаленные крошки полетели. «Вы мне за это заплатите!» повторил он, погружаясь с головой и изо всех сил работая руками и ногами. В ушах гулка раскатился новый удар молний. «Я из вас всю душу вытрясу за это!» Он мимолетно подумал, «О ком это я?» «Не знаю». «Но кто-то за это мне должен заплатить!» «Кто-то мне за это заплатит!» «Подождите!» «Дайте только добраться до шара!» «Дайте мне только до шара добраться!» «Я вам не стервятник!» «Я с вас спрошу по-своему!» Когда они выбрались на сухое место, на уже раскаленное солнцем каменное крошево, оглушенное, вывернутое наизнанку, шатаясь и цепляясь друг за друга, чтобы не упасть, Редрик увидел облубленный автофургон, просевший на осях, и смутно вспомнил, что здесь, возле этого фургона, можно дышаться в тени. Они забрались в тень. Артур врёк на спину и принялся вялыми пальцами расстёгивать на себе куртку, а Редрик привалился рюкзаком к стенке фургона, кое-как вытер ладони о щебень и полез за пазуху. «И мне», — проговорил Артур, «И мне, мистер Шухарт!» Редрик поразился, как у этого мальчишки громкий голос. Хлебнул, закрыл глаза и протянул флягу Артуру. «Всё?» — лунвёло. «Прошли. И это прошли. Теперь сумму прописью. Вы думаете, я забыл? Нет, я всё помню. Думаете, я вам спасибо скажу, что вы меня живым оставили, не утопили? Кол вам, а не спасибо. Теперь вам всем конец, понятно? И я ничего этого не оставлю. Теперь я решаю. Я, Редрик Шухарт, в здравом уме и трезвой памяти буду решать всё изо всех. А вы, все прочие, стервятники, жабы, пришельцы, костлявые, квадерблады, паразиты, зелёненькие, хрипатые, в галстучках, в мундирчиках, чистенькие, с портфелями, с речами, с благодеяниями, с работодательством, с вечными аккумуляторами, с вечным двигателем, с вечными комаринами-плешами, со лживыми обещаниями. Хватит! Поводили меня за нос. Через всю мою жизнь волокли меня за нос, а я всё дурак хвастался, что, мол, как хочу, так и делаю, а вы только поддакивали. А сами гады перемигивались и волокли меня за нос, тянули, тащили через тюрьмы, через кабаки. Хватит! Он отстегнул ремни рюкзака и принял из рук Артура флягу. Никогда я не думал, говорил Артур, с кротким недом меня в голос. Я даже представить себе такого не мог. Я, конечно, знал, тут смерть, огонь, но вот такое. А как мы с вами, обратно-то пойдём? Редрик не слушал его. Теперь то, что говорит этот человечек, не имеет никакого значения. Это и раньше не имело никакого значения, но раньше он хотя бы был человеком. А теперь это так, говорящая отмычка. Кусь говорит. Помыться бы, Артур озабочен озирался, хотя бы лицо сполоснуть. Редрик рассеянно взглянул на него, увидел слипшиеся, свалявшиеся войлоком волосы, измазанное подсохшее слизью лицо, со следами пальцев, и всего его, покрытого коркой потрескавшейся грязи, и не ощутил ни жалости, ни раздражения, ничего. Говорящая отмычка. Он отвернулся. Впереди расстилалась унылая, как заброшенная строительная площадка, пространство, засыпанное острой щебёнкой, запорошенной белой пылью, залитая слепящим солнцем, нестерпимо белое, горячее, злое, мёртвое. Дальний край карьеры был уже виден отсюда, тоже ослепительно белый, и кажущийся с этого расстояния совершенно ровным и отвесным. А ближний край отмечала россыпь крупных обломков, и спуск в карьер был там, где среди обломков красным пятном выделялась кабина-экскаватор. Это был единственный ориентир, и надо было идти прямо на него, положившись на самое обыкновенное везение. Артур вдруг приподнялся, сунул руку под фургон и вытащил оттуда ржавую консервную банку. «Взгляни, дико, мистер Шухарт», сказал он, оживившись, «ведь это, наверное, отец оставил? Там ещё есть?» Редвик не ответил. «Это ты зря», подумал он равнодушно. «Лучше бы тебе сейчас про отца не вспоминать. Тебе бы лучше сейчас помалкивать. А впрочем, всё равно». Он поднялся и зашипел от боли, потому что вся одежда приклеилась к телу, к обожжённой коже, и теперь что-то там внутри мучительно рвалось, отдиралось, как засохший бинт от раны. Артур тоже поднялся и тоже зашипел. Закряхтел и страдальчески посмотрел на Редрика. Было видно, что ему очень хочется пожаловаться, но он не решается. Он только сказал с давленным голосом, «А нельзя ли мне ещё раз глотнуть, мистер Шухарт?» Редрик спрятал за пазуху флягу, которую держал в руке, и сказал, «Красное видишь между камнями?» «Вижу», сказал Артур и судорожно перевёл дух. «Прямо на него. Пошёл». Артур со стоном потянулся, расправляя плечи, весь скривился и, озираясь, поговорил, «Помыться бы хоть немножко. Приклеилось всё». Редрик молча ждал. Артур безнадёжно посмотрел на него, покивал и двинулся было, но тут же остановился. «Рюкзак», сказал он, «Рюкзак забыли, мистер Шухарт». «Марш!» приказал Редрик. Ему не хотелось ни объяснять, ни лгать, да и ни к чему это всё было. И так пойдёт. Деваться ему некуда, пойдёт. И Артур пошёл. Побрёл, сутулившись, волоча ноги, пытаясь отодрать с лица прочно присохшую дрянь, сделавшись маленьким, жалким, тощим, как мокрый, бродячий котёнок. Редрик двинулся следом, и как только он вышел из тени, солнце опалило и ослепило его. И он прикрылся ладонью, жалея, что не прихватил тёмные очки. От каждого шага взлетало облачко белой пыли. Пыль садилась на ботинки, она издавала нестерпимый запах, вернее, это от Артура несло, и идти за ним следом было невозможно, и не сразу Редрик понял, что запах-то исходит больше всего от него самого. Запах был мерзкий, но какой-то знакомый. Это он наполнял город в те дни, когда северный ветер нёс по улицам дымы от завода. И от отца точно так же пахло, когда он возвращался домой, огромный, мрачный, с красными, бешеными глазами. И Редрик торопился забраться куда-нибудь в дальний угол, и оттуда смотрел боязливо, как отец вздирает себя и швыряет в руки матери рабочую куртку, стаскивает с огромных ног огромные стоптанные башмаки, пихает их под вешалку, а сам в одних носках липко шлёпает ванну под душ и долго ухает там, с треском хлопая себя по мокрым телесам, гремит тазами, что-то ворчит себе под нос, а потом ревёт на весь дом. «Мария! Заснула!» Нужно было дождаться, пока он отмоется, сядет за стол, где уже стоит бутылочка, глубокая тарелка с густым супом и банка с кетчупом, дождаться, пока он дохлебает суп и приняется за мясо с бобами, и вот тогда можно было выбираться на свет, залезать к нему на колени и спрашивать, какого мастера и какого инженера он утопил сегодня в купоросном масле. Всё вокруг было раскалено до бела. Его мутило от сухой жестокой жары, от усталости, и неистово соднило обожжённое, полопавшееся на сгибах кожа, и ему казалось, что сквозь горячую муть, обволакивающее сознание, она пытается докричаться до него, умоляя о покое, о воде, о прохладе. Затёртые до незнакомости воспоминания громоздились в отёкшем мозгу, опрокидывали друг друга, заслоняли друг друга, смешивались друг с другом, вплетаясь в белый знойный мир, пляшущий перед полузакрытыми глазами, и все они были горькими, и все они вызывали царапающую жалость или ненависть. Он пытался вмешаться в этот хаос, вселился вызвать из прошлого какой-нибудь сладкий мираж, ощущение нежности или бодрости. Он выдавливал из глубин памяти свежие, смеющиеся личико Гуты, ещё девчонки, желанной и неприкосновенной. И оно появлялось, было, оно сразу же затекало, ржавчина искажалась и превращалась в угрюмую, заросшую грубой бурой шерстью мордочку мартышки. Он всегда совспомнить Кирилла, святого человека, его быстрое, уверенное движение, его смех, его голос, обещающие небывалые прекрасные места и времена. И Кирилл появлялся перед ним, а потом ярко вспыхивала на солнце серебряная паутина, и вот уже нет Кирилла. А вставляются в лицо Редрику немигающие ангельские глазки Хрипатова Хью, и большая белая рука его взвяживает на ладони фарфоровый контейнер. Какие-то тёмные силы, ворочающиеся в его сознании, мгновенно сминали волевой барьер и гасили то немногое хорошее, что ещё хранило его память, и уже казалось, что ничего хорошего не было вовсе, а только рыло, рыло, рыло. И всё это время он оставался сталкером. Не думая, не осознавая, не запоминая даже, он фиксировал, словно бы спиным мозгом, что вот слева, на безопасном расстоянии над грудой старых досок стоит весёлый призрак, спокойный, выдохшийся, и плевать на него. А справа подул невнятный ветерок, и через несколько шагов обнаружилось ровное, как зеркало, комариное плеш. Многохвостая, будто морская звезда. Далеко, не страшно, а в центре её расплющенная в тень птица. Редкая штука, птицы над зоной почти не летают. А вот, рядом с тропой две броженных пустышки. Очевидно, стервятник бросил на обратном пути страх сильнее жадности. Он всё это видел, всё учитывал, и стоило скрюченному Артуру хоть на шаг уклоняться от направления, как рот Редрика сам собой раскрывался, и хриплый, предостерегающий оклик сам собой вылетал из глотки. Машину, думал он, машину вы из меня сделали. А каменные обломки на краю карьеры всё приближались, и уже можно было разглядеть прихотливые узоры ржавчины на красной крыше кабины экскаватора. «Дурак ты барбриж, думал Редрик, хитёр, а дурак. Как же ты мне поверил, а? Ты же меня вот с таких пор знаешь, ты же меня лучше меня самого знать должен. Старый ты стал, вот что, поглупел. До этого сказать, всю жизнь с дураками дело имел. И тут он представил себе, какое рыло сделалось у стервятника, когда тот узнал, что Артур-то арчи, красавчик, кровинушка, что в зону с рыжим за его стервятниками ногами ушёл не сопляк бесполезный, а родной сын, жизнь, гордость. И представив себе это рыло, Редрик захохотал, а когда Артур испуганно глянулся на него, он, продолжая хохотать, махнул им рукой «Марш, марш!» И опять поползли по сознанию, как по экрану рыло. Надо было менять всё. Ни одну жизнь, ни две жизни, ни одну судьбу и ни две судьбы. Каждый винтик этого подлого, здешнего, смрадного мира нужно было менять. Артур остановился перед крутым съездом в карьер, остановился и замер, уставившись вниз и вдаль, вытянув длинную шею. Редрик подошёл и остановился рядом, но он не стал глядеть туда, куда смотрел Артур. Прямо из-под ног в глубину карьера уходила дорога ещё много лет назад, разбитая гусеницами и колёсами тяжёлых грузовиков. Справа от неё поднимался белый, растрескавшийся от жары откос, а слева откос был полуразрушен, и среди камней и грудь щебня там стоял накоренившись экскаватор. Ковш его был опущен и бессильно уткнулся в край дороги. И, как следовало ожидать, ничего больше на дороге не было видно. Только возле самого ковша с грубых выступов откоса свисали чёрные скрученные сосульки, похожие на толстые литые свечи, и множество чёрных оклякс сведнялась в пыли, словно там расплескали битум. Вот и всё, что от них осталось. Даже нельзя сказать, сколько их тут было. Может быть, каждая оклякса — это один человек. Одно желание стервятника. Вон та, это стервятник живым и невредимым выбрался из подвала седьмого корпуса. Вон та, побольше, это стервятник без помех вытащил из зоны шевелящийся магнит. На вон та сосулька эта роскошная, не похожая ни на мать, ни на отца Дина Барбридж. А вот это пятно не похожая ни на мать, ни на отца Артур Барбридж. Арчи, красавчик, гордость. «Дошли!» — иступлённо прохрепел Артур. «Мистер Шухарт, дошли ведь всё-таки, а?» Он засмеялся счастливым смехом, присел на корточки и обеими кулаками изо всех сил заколотил по земле. Колтун волос у него на макушке трясе, раскачивался смешной и нелепо, летели в разные стороны высохшие о шмётке грязи. И только тогда Редрик поднял глаза и посмотрел на шар. Осторожно, с опаской. С затаённым страхом, что он окажется каким-нибудь не таким, разочарует, вызовет сомнения, сбросит с неба, на которое удалось скарабкаться, захлебываясь в дряни. Он был не золотой, он был скорее медный, красноватый, совершенно гладкий, и он мутно отсвечивал на солнце. Он лежал под дальней стеной карьера, уютно устроившись среди куч слежавшейся породы, и даже отсюда было видно, какой он массивный и как тяжко придавил он своё ложе. В нём не было ничего разочаровывающего или вызывающего сомнения, но не было ничего и внушающего надежду. Почему-то сразу приходила в голову мысль, что он, вероятно, полый, и что на ощупь он должен быть очень горячим, солнце раскалило. Он явно не светился своим светом и явно был не способен взлететь на воздух и плясать, как это часто случалось в легендах о нём. Он лежал там, где он упал. Может быть, вывалился здесь из какого-нибудь огромного кармана или затерялся, закатился во время игры каких-то гигантов. Он не был установлен здесь, он валялся, валялся точно так же, как все эти пустышки, браслеты, батарейки и прочий мусор, оставшийся от посещения. Но в то же время что-то в нём всё-таки было. И чем дольше Редерик глядел на него, тем яснее он понимал, что смотреть на него приятно, что к нему хочется подойти, его хочется потрогать, погладить, и откуда-то вдруг всплыла мысль, что хорошо, наверное, сесть рядом с ним, а ещё лучше прислониться к нему спиной, откинуть голову и, закрыв глаза, поразмыслить, поспоминать, а может быть, и просто подремать, отдыхая. Артур вскочил, раздёрнул все молнии на своей куртке, сорвал её с себя и с размаху швырнул под ноги, подняв клуб белой пыли. Он что-то кричал, гримасничая, размахивая руками, а потом заложил руки за спину и, приплясывая, выделывая ногами замысловатое па, в припрыжку двинулся вниз по спуску. Он больше не глядел на Редрика. Он забыл о Редрике. Он забыл обо всём, он шёл выполнять свои желания, маленькие сокровенные желания краснеющего колледжера, мальчишки, который никогда в жизни не видел никаких денег, кроме так называемых карманных, молокососа, которого нещадно пороли, если по возвращении от него домой хоть чуть-чуть пахло спиртным, из которого растили известного адвоката, а в перспективе министра, а в самой далёкой перспективе, сами понимаете, президент. Редрик, прищурив воспалённые глаза от слепящего света, молча смотрел ему вслед. Он был холоден и спокоен, он знал, что сейчас произойдёт, и он знал, что не будет смотреть на это, но пока смотреть было можно, и он смотрел, ничего особенного не ощущая, разве что где-то глубоко-глубоко внутри заворочился вдруг беспокойный некий червячок и завертел колючей головкой. А мальчишка всё спускался, приплясывая по крутому спуску, отбивая немыслимую чечётку, и белая пыль взлетала у него из-под каблуков, и он что-то кричал во весь голос очень звонко и очень весело и очень торжественно, как песни или заклинания. И Редрик подумал, что впервые за всё время существования карьера по этой дороге спускались так, словно в нём праздник. И сначала он не слушал, что там выкрикивает эта говорящая отмычка. А потом как будто что-то включилось в нём, и он услышал «Счастье! Счастье для всех! Даром! Сколько угодно счастья! Все собирайтесь сюда! Хватит всем! Никто не уйдёт обиженный! Даром! Счастье! Даром!» А потом он вдруг замолчал, словно огромная рука с размаху загнала ему клеп в рот. И Редрик увидел, как прозрачная пустота, притаившаяся в тени ковша экскаватора, схватила его, сдёрнула воздух и медленно с натугой скрутила, как хозяйки скручивают бельё, выжимая воду. Редрик успел заметить, как один из пыльных башмаков сорвался с дёргающейся ноги и взлетел высоко над карьером. Тогда он отвернулся и сел. Ни одной мысли не было у него в голове, и он как-то перестал чувствовать себя. Вокруг стояла тишина, и особенно тихо было за спиной, там, на дороге. Тогда он вспомнил о фляге безобычной радости, просто как о лекарстве, которое пришло время принять. Но он отвинтил крышку и стал пить маленькими скупыми глотками, и впервые в жизни ему захотелось, чтобы во фляге было не спиртное, а просто холодная вода. Прошло некоторое время, и в голове стали появляться более или менее связанные мысли. Ну вот и всё, думал он нехотя. Дорога открыта. Уже сейчас можно было бы идти, но лучше, конечно, подождать ещё немножко. Мясорубки бывают с фокусами. Всё равно ведь подумать надо. Дело непривычное, думать, вот в чём беда. Что такое думать? Думать — это значит извернуться, свинтить, сблифовать, обвести вокруг пальца. Но ведь здесь всё это не годится. Ну ладно. Мартышка, отец, расплатиться за всё, душу из гада вынуть. Пусть они дрянь пожрут, как я жрал. Не то, не то, это рыжий. То есть то, конечно, но что всё это значит? Чего мне надо-то? Это же ругань, это не мысли. Он похолодел от какого-то страшного предчувствия и сразу, перешагнув через множество разных рассуждений, которые ещё предстояли, свирепо приказал себе. Ты вот что, рыжий, ты отсюда не уйдёшь, пока не додумаешься до дела. Сдохнешь здесь рядом с этим шариком, сжаришься, сгниёшь, но не уйдёшь. Господи, да где же слова-то? Где мысли мои? Он с размаху ударил себя полураскрытым кулаком по лицу. Ведь за всю свою жизнь ни одной мысли у меня-то и не было. Подожди, Кирилл ведь что-то говорил такое. Ну, Кирилл. Он лихорадочно копался в воспоминаниях, всплывали какие-то слова, знакомые, полузнакомые. Но всё это было не то, потому что ни слова остались от Кирилла, остались какие-то смутные картины. Очень добрые, но ведь совершенно неправдоподобные. Подлость, ну подлость же. И здесь они меня ввели, без языка оставили, гады, шпана. Как был шпаной, так шпаной и состарился. Вот этого не должно быть, ты слышишь? Чтобы на будущее это раз и навсегда было запрещено. Человек рождён, чтобы мыслить. А, вот он, Кирилл, наконец-то. Только ведь я в это не верю. И раньше не верил. И сейчас не верю. И для чего рождён человек, не знаю. Родился, вот и рождён. Кормится кто во что гораст. Пусть мы все будем здоровы, а пусть они все подохнут. Ну кто это мы? Кто они? Ничего же не понять. Мне хорошо, Барбиджу плохо. Барбиджу хорошо, очкарику плохо. Хрипатому хорошо всем плохо. Но ведь и самому Хрипатому плохо, только он дурак, воображает, будто сумеет как-нибудь вовремя извернуться. Господи, да это ж каша. Каша. Я всю жизнь с капитаном Кватербладом воюю, а он всю жизнь с Хрипатым воевал, и от меня, балдуя только одного лишь хотел, чтобы я сталкерство бросил. Ну а как же мне было сталкерство бросить, когда семью кормить надо? Работать идти? А я не хочу на вас работать. Тошнит меня от вашей работы. Вы можете это понять? Я так полагаю. Если среди вас человек работает, он всегда на кого-то из вас работает. Раб он, но больше ничего. А я всегда хотел сам. Сам хотел быть, чтобы на всех поплевывать, на тоску вашу, на скуку. Он допил остатки коньяка и изо всех сил ахнул пустую флягу о землю. Фляга подскочила, сверкнув на солнце, и укатилась куда-то. Он сразу же забыл о ней. Теперь он сидел, закрыв глаза руками и пытался уже не понять, не придумать, хотя бы увидеть что-нибудь, как оно должно быть. Но он опять видел только рыло, 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 зелененькие бутылки, куча тряпья, которые когда-то были людьми, столбики цифр. Он знал, что все это надо уничтожить, и он хотел все это уничтожить. Но он догадывался, что если все это будет уничтожено, то и не останется ничего, только ровная голая земля. От бессилия и отчаяния ему снова захотелось прислониться спиной и откинуть голову. Он поднялся, машинально отряхнул штаны от пыли и начал спускаться в карьер. Жарило солнце, перед глазами плавали красные пятна, дрожал воздух на дне карьера, и в этом дрожании казалось, будто шар приплясывает на месте, как буй на волнах. Он прошел мимо ковша, суеверно поднимая ноги повыше и следя, чтобы не наступить на черные кляксы, а потом, увязая в рыхлости, потащился наискосок через весь карьер к пляшущему и подмигивающему шару. Он был покрыт потом, он задыхался от жары, и в то же время морозное зно пробирал его, он трясся крупной дрожью, как с похмелья, а на зубах скрипела пресная меловая пыль. И он уже больше не пытался думать. Он только твердил про себя с отчаянием, как молитву. Я животное. Ты же видишь, я животное. У меня нет слов. Меня не научили словам. Я не умею думать. Эти гады не дали мне научиться думать. Но если ты на самом деле такой всемогущий, всесильный, всепонимающий, разберись. Загляни в мою душу. Я ведь знаю, что там есть все, что тебе надо. Там должно быть. Душу ведь я никогда и никому не продавал. Она моя, человеческая. Выйти не из меня сам, чего же я хочу. Ведь не может же быть так, чтобы я хотел плохого. Да будь она все проклята. Ведь я же ничего не могу придумать, кроме этих его слов. Счастье. Даром. И пусть никто не уйдет обиженный. Даром. Даром. Продолжение следует...